Звезда памяти, солдатский треугольник, дом со звездой, победная гвоздика. В преддверии празднования Дня Великой Победы в регионе уже прошли более ста мероприятий. Это торжественные митинги, праздничные концерты, вечерочествования, выставки и конкурсы. Спортивные учреждения встретят великий праздник первенствами и соревнованиями, а общеобразовательные школы и среднеспециальные заведения классными часами и художественными постановками. Одно из самых трогательных мероприятий прошло в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. В этом смогла убедиться наша съемочная группа. Тут учтиво немец молвил. Битте. Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой. Расстреляет. Ахнули два выстрела и птицы разлетелись в дробном небесах. Такого трогательного выступления не ожидал никто. Студентка аграрно-экономического техникума Анастасия Сергеева читает со слезами на глазах стихотворение «Баллада о матери» сибирской поэтессы Ольги Киевской. В произведении речь идет о военном времени. Фашисты ведут на расстрел двух братьев и предлагают их матери выбрать, кого из сыновей она спасет. Не смогли сдержать слез многочисленные студенты, преподаватели и приглашенные гости. Впрочем, художественная постановка под режиссерством Олега Пырерко заставила не только плакать. Ведь, несмотря на те страшные события и непрекращающиеся бои, солдаты находили время и для любовных переживаний. И благодаря таким чувствам рождались песенные хиты. Забавно, но многие считают, что песня «Смуглянка» была написана к фильму «В бой идут одни старики». Хотя на самом деле она появилась за 30 с лишним лет до его выхода. Песня была частью сииты, написанной композитором Анатолием Новиковым и поэтом Яковым Шведовым осенью 1940 года. В ней воспевалась девушка-партизанка времен Гражданской войны. Однако в довоенные годы она так и не исполнялась. И только в 1944 году о ней вспомнили. Ее спел краснознаменный ансамбль. Концерт транслировали по радио, «Смуглянку» подхватили в тылу и на фронте. Песня, в которой говорилось о событиях войны гражданской, была воспринята как песня о тех, кто героически боролся за освобождение многострадальной молдавской земли в Великую Отечественную войну. А уже потом, в 1973 году, после выхода фильма «В бой идут одни старики», ее запела вся страна. Если Фокер или Мессер завалить, это вторая. А если что-то достать, это первая. Раскудрявый, клен зеленый, лист резной. А свой парень, мой хороший, мой родной, клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Лучшие военные песни и стихотворения не оставили равнодушными ни одного зрителя. Своей искренней игрой актерам удалось разрушить границу между сценическим пространством и залом. Они умудрились вот эту ниточку памяти, трагедии, да, вот слез, душевности сохранить, пронести. И вот, наверное, в такие дни что-то происходит на всех мероприятиях. И как будто бы души вот павших героев, они с нами, наверное, и помогают ребятам вот в таких вот мероприятиях. Они искренне действительно переживали за тех героев, о которых они говорили. Это люди, которые стремились передать трагизм того времени и радость победы.